так ну что мой дорогой любимый зритель здравствуйте это снова я андрей флор и вы находитесь на моем youtube канале канале памяти наших дорогих любимых артистов напоминаю что мы с вами снова находимся на востриковском кладбище если помните вчера мы с вами были на 129 участке востриковского кладбища где мы с вами посетили могилу талантливой киноактрисы изольды васильевны извицкой но сейчас мы с вами двигаемся на 131 участок где мы с вами посетим могилу талантливого советского киноактера заслуженного артиста рсфср потюшина александра константиновича александр константинович родился в обычной рабочей семье в городе рязани во время учебы в школе у него появилось увлечение театром а там же он записался в драм-кружок после окончания школы александр потюшин твердо решил поступать в театральный вуз в гитис александр потюшин смог поступить со второго раза сразу же после окончания вуза это год 1974 молодой актер снимается в кинофильме три дня в москве далее последовала небольшая роль в культовой мелодраме осень эти два фильма стали для молодого актера прекрасным стартом через два года в 1976 году александр потюшина приглашает сниматься в кинофильм павла любимого весенний призыв где молодой актер прекрасно сыграл роль сержанта карпенко и кстати за эту роль был награжден на международном кинофестивале в риге и получил премию за лучшую мужскую роль ну и как часто бывает после такого ошеломительного успеха сразу на молодого актера сыпется огромное количество предложений он начинает много сниматься часто сниматься в 1977 году он снимается в мелодраме гарантирую жизнь вместе с талантливой нашей дорогой любимой киноактрисой натальей георгиевной гондаревой в том же семьдесят седьмом году выходит на экраны кинокартина эльдара рязанова служебный роман где изначально александру фатюшину была уготовлена роль мужа секретарши верочки если помните верочка это ее сыграл или и хиджак вы помните хорошие сапоги надо брать вот роль мужа секретарши верочки было написано в этом фильме специально под александр фатюшина уже даже была снята часть сцен к сожалению в период съемок александр получил серьезную травму произошла проблема у него со зрением он лег в больницу и по этой причине вот именно к сожалению роль александра фатюшина была вырезана эльдаром рязановым из кинофильма служебный роман а александр фатюшин в этом кинофильме засветился всего лишь в небольшом фрагменте если помните был кусочек где бубликов умер киноактриса иванова собирает со всех деньги на похороны бубликов и тут заходит бубликов и все удивленно смотрят на бубликов и вот среди удивленной толпы и присутствует александр фатюша к сожалению до больше солидаром рязановым александру константиновичу не удалось поработать и так получилось что главной лентой фильмографии александра фатюшина с его участием стал кинофильма тоже всеми нами любимого владимира меньшого режиссером кинофильм москва слезам не верит оскароносный кинофильм который вышел в 1979 году в этом кинофильме все мы наверняка знаем александр константинович сыграл роли жениха милая на людмилы играла ирина муравьева он играл там звезду хоккея и и жениха жених да вот так указано я просто уточнил все это на бумажечку вычисла чтобы никого не перепутать сейчас постараюсь некоторые фрагменты из кинофильмов с участием александра фатюшина поставить выпуск памяти 80-е года александр фатюшин также продолжает сниматься в кассовых фильмах 1981 году выходит кинофильм 34 скоро это фильм катастрофа в котором также сыграл одну из главных ролей александр фатюшин фильм катастрофу 34 скорой посмотрели по информации если верить интернету 26 миллионов зрителей естественно это снова был успех 1990 году он играет в кинофильме живая мишень также в его фильмографии было участие съемки в кинофильме опять же с наталья гундарева в кинофильме петербургские тайны и огромное количество других ярких фильмов вообще их насчитывается если верить интернету около 60 киноработ фильмографии александра константиновича фатюшина последним фильмом в биографии александра фатюшина стала лента а поутру они проснулись где он сыграл эпизод а кинофильм снимался в 2002 году на экраны вышел в декабре 2003 года когда к сожалению уже александр фатюшина не было в живых 6 апреля 2003 года спустя неделю после своего 52 дня рождения неожиданно умер заслуженный артист рсфср александр фатюшин он пленял своим по-настоящему русским характером открытый добродушный мужественный и в чем-то наивный доверчивый великодушие которым актер наделял своих героев было свойственно и ему самому и зрители чувствовали это влюбляясь в фатюшина страстного взрывного и неподкупно его талант признавали крупнейшие режиссеры эпохи александр константинович с детства страдал часто воспалением легких что подорвало его сердце как часто бывает потеряв былую востребованность актер начал потихонечку увлекаться алкоголем стала часто выпивать что также отрицательно сказалось на его здоровье думаю надо озвучить тот факт что александр константинович фатюшин очень увлекался футболом с детства играл футбол очень любил футбол много лет он болел за спартак даже какое-то время играл футбольной сборной который состоял полностью из артистов как указано в интернете 6 апреля 2003 года по телевизору транслировали ответственный матч спартак csk напомню что спартак любимая футбольная команда александр фатюшина сожалению спартак в тот в тот момент проигрывал сильно проигрывал александр константинович очень сильно переживал и на этой почве у него ухудшилось резко самочувствие а ему стало плохо вызвали скорую но к сожалению когда скорая приехала талантливого актера болельщика спартака спасти не смогли официальная причина смерти инфаркт александру константиновичу фатюшину было всего лишь 52 года могил александр фатюшина находится на аллее спортсменов на востряковском кладбище центральное востряковское кладбище двигаемся от нас букет цветов давайте малиновые розы поставим возложим не поставим его возложим вот на могилу талантливого актера как всегда мой дорогой зритель жду ваших комментариев огромное вам спасибо за внимание за то что вы в любую погоду погода погода сегодня кстати прекраснейшая прям хотя передавали дожди но как-то нам повезло а знаешь жизнь загадочная штука не угадаешь зачастую поворот кому-то счастье а кому наука мы предсказать не можем не выбираем мы когда и кем родиться не можем знать когда и как уйдем порой не держим мы в руках синицу но тянемся за белым журавлем не знаем мы кто другом вечным станет а а кто заклятым будет нам врагом не угадать нам где любовь растает и не предвидеть где найдем мы дом мы знаем жизнь загадочная штука не угадаешь зачастую поворот кому-то счастье а кому наука мы предсказать не можем наперед а а а а вот это вот аллея спортсменов получается где находится могила александра фатюшина я не силен в спортсменах ребят честно не знаю кто здесь спортсмены здесь вот уже интересно пандочки такие лежат гусеницов алексей александрович аксёнов никольский здесь с этой стороны прям вообще ребят смотрите я особо снимать не буду потому что не разрешают снимать и храм красиво здесь вот рядышком церковь церковь вот